привет друзья все выключил звук забыла подключаемся здороваемся привет привет мои дорогие рада всех видеть в своем прямом эфире все кто подключаются еще не знают кто я каким образом я попал к ней на канал всех приветствую меня зовут кристина страде я мастер по плетению корзин на этом о регалиях пока все если будут какие-то вопросы задавайте сегодня я хочу ответить на ваши вопросы как красиво да фильтры от кристины страды делаю свое дело тогда привет привет успела все я надеюсь что все будет в записи как обычно на ю тубе 24 часа в профиле спасибо мои хорошие спасибо мои дорогие и так все вопросы которые вас интересуют кто новички кто старички да кто уже имеет какой-то опыт вплетение возможно для вас информация которую я сегодня хочу рассказать не новая вернее на сто процентов для вас не новая еще один нюанс напишите пожалуйста хорошо ли меня слышно я подключила наушник хочу попробовать по звуку насколько хорошо слышно если хорошо поставьте 10 я буду знать что все окей судя по комплиментам видно меня хорошо я вас люблю ценю и так вопросы задаем в как обычно вопросы льются рекой без проблем пожалуйста я буду только рада есть еще спасибо спасибо девчоночки спасибо танюш можете задавать форме те вопросы которые были в stories я тоже выведу на экран посмотрим что там было задано честно говоря даже не не успел туда зайти но посмотрим окей слышно отлично супер я тестирую подарок мужа на 14 февраля и поехали что нам нужно для того чтобы начать до самый частый задаваемый вопрос кристин с чего начать да естественно я говорю всегда о том что в школе до который у меня есть мы начинаем с азов да а можно ли прийти туда новичку а как быть новичку до школой строится на том основании что вы новичок и поэтому на вопрос с чего начать я всегда говорю о том что мы начинаем с бумаги и спицы это важные такие главные компоненты плетения корзин если кто-то сейчас удивится смысле бумага да я плету из бумаги это все качественно долговечно прочно потому что бумага проходит стадии обработки поэтому бумага это равно прочность бумага это не как мне написал был такой комментарий для чего нужна эта бутафория да что это будет просто стоять и пылиться нет это функциональные вещи которые мы носим как сумки мы используем корзины для любого вида хранения в ванной в кухне не бояться влаги и так далее желание да они все правильно мы начинаем с желания но когда уже желание вроде бы как сформировано а за что дальше то хвататься что брать как какую бумагу какую спицу что происходит до эфир сохранить саниночка привет и естественно на старте я всем советую если у кого-то нет еще информации и такая некая каша то можно попросить у меня чек-лист у меня есть сейчас модно чек-лист соответствуем тенденция моды в чек-листе не рассказано как плести корзину в чек-листе рассказан стадии создания корзины какая бумага какая спица какая ширина какая морилка лак и так далее леночка привет ну что если есть новички у нас вам будет важна эта информация мы плетем из бумаги это самое главное самое важное что нам нужно приобрести эту бумага давайте начнем с того что в любом случае бумага морилка и лак это доступный материал который не уступает по качеству там экологичности лозе до лоза этой бесподобный инструмент шикарный материал но заготавливать в лозу в наших условиях это довольно трудоемкий и сложный процесс мало кто из нас живет в частных домах где есть возможность эту лозу хранить вываривать и работать с ней потому что все таки это не совсем домашний вид творчества поэтому бумага идет в замену как раз натуральной лозе не уступая по качеству и по внешнему виду но данный материал доступен для всех и материал можно купить в канцелярском магазине в типографии можно заказать в интернете тот размер и ту плотность которая нам нужна для новичков говоря о том что бумага нам нужна определенной плотности да то есть бумага для ксерокса снегурочка нам не подходит нам подходит бумага плотность 45 48 кондопоги 48 8 да но довольно плотноватая но тоже подходит у бумаги есть определенная градация да как ее нарезать бумаги есть волокна до вспоминаем ткань у которой есть продольная и долевая у бумаги есть волокна и если вы чертыхаетесь и говорить кристина у меня ничего не выходит то скорее всего первый пункт это неправильно нарезанная бумага еще раз говорю о том что начинать плетение можно не обязательно с бумаги искать рулон в типографии звонить выяснять можно взять любую газету любую спицу и попробовать покрутить трубочки на них и уже понять идет не идет если процесс идет и уже хочется плести круто окей можем сплести первые изделия на газете дальше брать бумагу как вам будет удобно значит бумага покажу кто еще не знает как выглядит пачка кондопога она есть в разных форматах но чаще всего формат а3 все равно режется по короткой стороне вот как раз по поводу волокон да расскажу вот так она выглядит кто сказал какая-то пачка из прошлого века ну на самом деле да вот такая вот она серенькая с таким лебедем голубым упаковка как будто мы попали не знаю 80 70 года но да это у них такая пачка и она продается и изготавливается сейчас вот в таком в таком формате значит вот он листочек наш самое простое как проверить наши волокна это конечно же надорвать листочек вот я думаю что видно вам все вот я надрываю лист и бумага хорошо рвется соответственно волокна идут вот таким образом и резать бумагу нам нам необходимо вот таким то бумага которую я показала называется кандапога да леночка по-моему ты говорила что город называется кандапога да на первый слог ударить все называют к это кандапога но наверное верно будет как стала лена кандапога это карелия производства вот такая синяя надпись но их много главное чтобы она была плотностью 45 48 это потребительская бумага газетная бумага пищебумага ее по-разному называют и теперь мы вот где 1 надорвали вот таким образом да а теперь мы пробуем надо рвать вот таким образом да и видим что все равно идет сюда нет не верно пиши как правильно будем знать все равно волокно идет вот сюда да мы понимаем что резать и крутить нам нужно по волокну естественно для того чтобы крутить бумагу нам нужна спица она последняя до ударение ты напиши маленькими буквами а ту о которая необходимо выделить чтобы все знали и четко понимали как правильно это будет говорить спасибо лир спица в чек-листе есть таблица которую я составила из своих личных своего личного опыта но большинство мастеров пользуется именно такими размерами если вы крут плетете какое-то изделие классического размера или размера побольше у меня в работе есть два размера спиц это 1 и 2 и полтора полтора это все что я плету основное да и 1 и 2 это размер спицы когда я плету что-то небольшое это загибка на колясочке с лесочкой это игрушечки сумочки это все идет на 1 и 2 2 размера спиц спица вот такого формата у меня гамма это 20 сантиметров но 20 сантиметров хватит длины для накрутки таких коротких трубочек но если вы новичок и в магазине есть выбор все-таки кондопога да окей как скажешь если есть выбор то берите 35 сантиметров то если есть выбор берем 35 сантиметров возможно так будет поудобнее так крутить и спицы вот они длинные 35 сантиметров это у меня номер полтора девочки у всех нет звука давайте послушаем если есть звук есть звук окей спасибо значит для того чтобы нам крутить трубочки нужно нарезать бумагу да если у вас формат а4 спасибо девчоночки спасибо лишь если формат а4 мы режем ножницами да если есть какой-нибудь резак вы работаете спасибо нет если вы работаете в какой-то фирме где есть резак это просто супер мы берем бумагу и резаком режем если это в каком-то небольшом количестве то в принципе можно порезать и ножницы так как порезать бумагу ножницы ножницами ножом ну в принципе формат а4 удобно нарезать ножницами тем более мне для работы этих трубочек нужно довольно мало да это на загибочку на какое-то небольшое изделие поэтому я не заморачиваюсь нарезкой маленьких тоненьких полосочек в типографии отлично если а у нас есть возможность про ручной резак есть просто резаки разных фирм и есть саблевый метод есть метод такой прокатки просто подставляете бумагу там листочков 10 и обрезаете нужную вам ширину если у вас ширина диаметр спицы полтора значит ширина примерно 10 11 сантиметров но если это а4 то пополам лист режем так так ну слушай кому как его я иногда прошу делегирует кому-то кто-то кто-то мне говорю мне нужно их немного поэтому мне ножницами можно если они длинные острые хорошие то можно резака у меня дома нет у меня однажды был но он довольно плохого качества оказался поэтому резаком я не пользуюсь даючика спасибо ножницами если говорю если хорошие длинные ножницы острые то почему нет сейчас продается очень хорошие острые ножи вот эти канцелярские только подороже который да который не соскакивает стопор железную линейку и же можно на коврике восстанавливающимся резать без проблем это ну не осложняйте себе жизнь попробуйте как-нибудь там уже если у вас будет там какие-то большие обороты приспособитесь уже под себя да тут уже с чего начать мы не говорим о том что для начала нам нужно купить резак за 2000 нам нужно купить 40 килограмм бумаги нет нам нужно просто взять старую газету и начать хотя бы с нее так слушая наташ смотри по поводу бумаги а4 длиннее если купить формат а3 она продается в интернет магазинах канцелярских магазинах через них можно заказать у тебя может случиться такой момент что долевая что волокно пойдет поперек и у тебя все равно будут короткие трубочки поэтому я сейчас приходу подхожу к тому чем пользуюсь я в своих своих длинных трубочках почему у тебя не такие длинные на стекле ок до по короткой стороне очень часто вот кондопога она режется по короткой стороне прямо мне кажется 90 из 100 мне кажется уже надо звонить на производство этой бумаги играет ребят ну подумайте же вы плиту на ну хватит но прекратите вот так про это сказал начните хотя бы с чего-то я всегда говорю о том что если вы стартуете не надо брать все сразу вам достаточно клей спица бумага на старте вы накрутите поймете потом уже покрасить и потом то есть не надо прям вот все 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 и леской это еще и какие-то там не знаю драколы кожу холнитены все 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 нет остановитесь нет 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 значит что касается тем что пользуюсь я я пользуюсь вот я сказал уже в коротких трубочках я в принципе покупаю кандапогу мне она устраивает но основная часть моей работы строится на трубочках полтора полтора так секунду какой-то там мне вопрос был трубочки полтора я покупаю бумагу в типографии у нас есть кто смоляне в типографии михайлова там можно приобрести бумагу я туда ездил этом договорилась без проблем если есть недомодуши пожалуйста покупайте 35 рублей килограмм так про спицы скажу так купила 3 думала что купила так а 3 2 500 листов и думала трубочки длинные будто оказалось волокна идут поперек листа и расстроилась да вот частая такая вот такой момент что казалось бы круто все длинная бумага но волокно это идет не туда поэтому с такой бумагой лучше не заморачиваться не вымачивать ее не там нигде там не держать только от нее принципе не будет даже а4 по короткой стороне продается но это вообще не расстраивайтесь короткие тоже иногда нужны обязательно сто процентов нужны потому что если спится 1 и 2 то как раз такая длина нам подходит итак про типографию отошли от темы в типография покупаю недомодуши то есть у них длина 83 сантиметра бумаги и уже нескончаемый поток просто бумаги там бывают разные рулоны бывают и небольшие килограмм по 20 бывают и по 50 разные последний раз я купила по моему около 100 килограмм взялась тебе пример я туда бумага классная лучше чем когда богом не будет до бумагой у них как раз 45 и вот эти казалось бы три до три части но она гораздо легче идет с нее крут крутить трубочки гораздо удобнее по качеству на немного другая так я на спицу взяла детский зонтик трость отличный всех плиту нофт на работе угостила да слушай я пробовала однажды от зонтика видимо у меня какой-то не тот зонтик был и мне было жутко не удобно на этой спице поэтому вот эти гамовские мне устраивают они никогда не знаю как у кого у меня они не гнутся с ними ничего не происходит есть пиццы киршнера еще девчоночки хвалят мне и нет поэтому они ничего сказать не могу вот эти гамовские меня устраивают двух размеров 2 2 диаметра а три раза по короткой таким тоже можно так добрый день вы говорили про молодого человека в москве который режет бумагу он режет правильно да он знает для чего он знает волокна это все он знает ему нужно сказать только вашу подходящего ширину и длину которой вы пользуетесь да я пользуюсь 11 на 40 из пейса полтора это моя ходовая ширина и длина он это все знает да у вас все придет по волокнам мягче крыло плюсти удобно да если есть выбор в плотности то берите лучше 45 так а википедия сказал что в слове кандапога два ударения на первое о и на второе супер у нас прям последнее открытие ну я не знаю как произнести но я потренируюсь и в сторис вам выдам вот значит недомотоши да представляете в типографии привозят бумагу она весит по полторы по две тонны да огромная бобина да соответственно то что мы покупаем 10 15 20 30 50 килограмм это недомотоши да то есть когда я загружаю целый багажник этими бобинами и пружину мне просили до нельзи я везу просто недомотоши просто такие недомотоши да 100 килограммчиков недомотоши вот и у нас есть прекрасная типография городская которая может нарезать бумагу как вам надо да я уже давала контакт антона в москве который режет бумагу уже на полоске вы уже готовы покупаете самовывоз или доставка у меня здесь есть все на месте я пользуюсь тем что что у меня под рукой вообще такой борец да за все все местного производства если отправляю посылку и обязательно кладу смоленскую смоку если я покупаю бумагу то я пытаюсь покупать здесь если мне надо шить чехлы я покупаю тут ну то есть я в смоленске по максимуму коробки покупать смоленского производства да там что еще то есть по максимуму я кстати попробовала лак смоленский еще не могу дать стопроцентный отзыв но все равно хаски лучше пока но стопроцентный отзыв пока сказать не могу так так думаю для плетения название значениями однозначно и надо просто какое-то коллективное письмо составе что ребята на производстве бумаги прекратите в а3 резать не по волокнам уважайте других людей которые покупают вашу бумагу ваши обороты увеличатся друзья ну сто процентов да я сказала я покупаю смоленске на типографии михайлова это напрочь это рядом с магазином аксон как раз бумагу купил пошел в аксон купил морилку хаски счастье просто нет предела магазины на по поводу спиц еще про бумагу еще до скажу по поводу спиц в магазине леонардо иголочка продаются спицы полтора и один и два разной длины какая вам нужна и удобно если вы приходите в магазин и этих спиц нет их можно чаще всего заказать у них с сама сама вывозом да ну не знаю возможно конечно есть такие истории когда на складах они закончились но в принципе все что мне нужно было я заказал в смоленске через магазин иголочка номер антона у меня есть в пост в постах фотография такая дор баскет такая кусочек не полностью то есть в ленте надо спуститься у меня там есть прям в посте написано его контакты и куда писать и что так а мне наоборот нравится а3 то что по короткой люблю коротенький плести крутить ну вот видишь тут как бы я когда хапа плела вот этот короб огромный у меня кто-то как раз задавал вопрос а можно нам короткий ну конечно можно но просто наращивание больше и вот этого ну все равно мне кажется временные затраты тут побольше идут если что-то большое плетешь что однозначно ну и наращивание больше безусловно леонардо должны платить за рекламу однозначно конда пога тоже должна платить за рекламу однозначно момент столяр должен платить за рекламу однозначно лакхаски сто процентов наш уже уже нужно по такому бартеру работать данная на одной рекламе что сто процентов и так по поводу недомотышей я покупаю бумагу в одной типографии но в этой типографии бумагу не нарезают я ее везу в другую типографию где ее нарезают но в той типографии где нарезают ее не продают а там где продают ее не нарезают поэтому небольшое турне по городу со 100 килограммами бумаги бумаги мне обеспечено значит по поводу рулонов если вы купили рулон недомотыш бумаги вам тоже нужно понять где долевая вернее как идет волокно это уже с тканью путаю долевая продольная как идет волокно каждый раз когда я покупаю рулоны я всегда проверяю да навсегда из раза в раз идет одинаково но возможно же правильно что-нибудь может пойти не так и если тебе 100 килограмм нарежут неправильно это будет не очень весело будет очень печально поэтому когда я покупаю рулоны я всегда проверяю волокна да как я уже объяснила можно даже без пиццы можно просто надевать и понять как идет волокно без клея смотри принципе как как я говорю каждый может делать что ему нравится что ему удобно я кручу на весу кто-то крутит на столе кто-то крутит сверху вниз да у каждого свой стиль да я считаю так что с клеем с полимерным клеем наращивание выглядит гораздо аккуратнее никаких топорщиней да не возникает на изнанке и надежность опять-таки дай сюда же поэтому я советую с клеем полимерный клей это удобно это вообще никаких проблем недорого налил шприц и они гораздо лучше как я всегда говорю что клей в случае стыковки трубочек он выступает как смазка то есть трубочка в трубочку просто обалденно входит просто вот идеально да поэтому ну мой совет пользоваться так чек-лист написать мне в личку хочу чек-лист я вышлю значит по поводу вот такая вот у меня есть для демонстрации маленькая бобинка это по моему половина вот 83 сантиметровой бобины и соответственно здесь мы тоже проверяем волокно чаще всего чаще всего волокно идет вот таким образом да соответственно мы берем бобину режем ее сначала на длину нашей трубочки если у нас спица полтора то идеальная длина это 40 сантиметров значит мы берем отрезаем вот эту 83 длина отрезаем 40 а уже 40 режем по 10 по 11 сантиметров с как вам комфортно как вам необходимо поэтому когда мы приезжаем типографии мы объясняем сначала мы оттягиваем и режем по 40 а потом уже лупим по там 10 11 сантиметров чек-лист в личку девчоночки пишите так теперь только так сейчас секунду так вчера тру красил трубочки пропитка дюфа почему-то слипаются хотя разве ладинка на мой что делать если слиплись то можно пойти в ванну включить тепленькую водичку окунуть их и они отойдут ну это может быть это имеет место быть потому что нужно все время их шерудить пока они не схватятся хорошенечко я теперь только полимерно спасибо да не за что так а я только понимаю в рулоне так точно будет одно направление волокна в пачке может быть и вдоль и поперек да конечно когда у тебя рулон ты уже хозяин как тебе нужно так ты режешь а когда ты покупаешь в пачке хозяин фирма кандапога да я правильно говорю эксперты мои по ударению я правильно говорю поэтому безусловно когда у тебя есть большое полотно ты уже с ним можешь работать либо сама нарезать но с большого рулона 83 сантиметра поверьте мне девчонки это жутко неудобно поэтому если есть возможность нарезать если есть возможность заказать готовую бумагу уже нарезанную поверьте вы сохраните большой свой ресурс времени и вот энергозатрат потому что нарезать 83 сантиметра рулон это нелегко да то есть вы должны повесить на какую-то швабру чтобы она крутилась оттягивать по 40 сантиметров на что-то накручивать нашу ну то есть все равно будет не совсем ровно во первых все равно будете пользоваться каким-то ножом или ножницами и это безумно много времени уйдет поэтому если есть контакты вот я писала да если есть типографии какие-то резаки пользуйтесь пользуйтесь помощью да пусть она будет ну там можно у антона если не ошибаюсь нарезанная бумага 180 рублей килограмм да можно купить 10 килограмм это будет 800 рублей и вы на эти 10 килограмм уплететесь да ну вот для начинающих не для тех кто уже там на потоке и это будет обалденный ресурс для вас когда вы откроете пачку она вот она уже готовы вам не нужно думать о волокнах о резаке о ножницах она же о чем-то еще вы просто берете и крутите так ширина это кстати есть чек листи если у тебя спица 12 то 7 подходит если у себя полтора то это мало очень будет плоская трубочка привет привет мои хорошие ширина полосы влияет на плотность скрутки да то есть если у нас ширина полосы 7 а трубочка полтора то очень большая будет полость до за счет спицы и очень мало намотана на ней трубы на ней бумаги то есть мы бумагой имитируем лозу глаза не полая глаза объемная да то есть нам нужно имитировать если мы возьмем тонкую ширину и толстую трубочку то трубочка не получится получится просто полоса да она будет как это сказать ну как как есть ротанг знаете искусственно он плоский да а мы добиваемся именно того чтобы это было как глаза да то есть вот она трубочка и вот она будет идти вот так она не будет сплющиваться вот нашла слова сплющиваться да то есть чтобы сплющить эту трубочку вообще надо постараться на все равно получается ну не получается даже и и сплющить если у вас ширина и длина из и спица это соответствует соответствие да поэтому на старте конечно если у вас а4 на спицу 1 и 2 на 1 единицу или 1 и 2 мы режем на 3 части лист если у нас спица полтора то на две части лист да так все стартуем типографию так а что же делать что в пачке каждый лист проверять нет вообще в пачке в пачке ну бывает наверное случаи но по идее в пачке они одинаковы но ты поймешь если у тебя там пару пару трубочек не скрутилась то наверное какой-то листик попал но вообще в пачке должна быть бумага нарезана по одной на по одним волокнам так как же не смотрится в типографии направлении волокон ты сама смотришь вот как я сейчас показала отрываешь лист и надрываешь но вообще в типографии они тоже знают что такое так я вернулась вообще в типографии они тоже знают что такое волокна но все равно тебе нужно убедиться в этом волокне да то есть как я сказала ты открываешь этот лист и понимаешь как идет волос можно даже без спицы надорвать и понять как идет волокно можно чек лист девочки все пишите в личку здесь я вас потеряю здравствуйте клей момент столяр именно красный тюбик не могу найти девчоночки по поводу момент столяр вот он красный тюбик самый крутой момент столяр это вот серебро в серебре написано d3 вот есть еще вот такой клей крас фирма крас тоже написано d3 d3 это значит влагостойки потому что мы скрутили трубочки нам нужно их колеровать для этого мы используем водные материалы водные материалы морилка и смеси какие-то до основаны на воде поэтому трубочки могут если клей не совсем качественный дата они могут разойтись и будет очень очень обидно у меня есть пост про материалы там есть фотография можете почитать я там кстати в карусели внесла то что не лучше не используйте то что хорошо использую до полистайте сохранить себе чтобы было когда пойдете магазин будет ясно и это даже вставила фотографию ремонт дом вообще-то сеть магазинов я думаю много у кого в городе есть магазин за ремонт дома и там прям целая полка вот момент столяр вот этот крас серебряный кстати момент момент столяр вот этот вот серебряный я нигде не видела в маленькой бутылке только в большой я не знаю почему но вот так вот я низ 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 не советую использовать карандаши есть карандаши которые крутые но их надо методом про по ошибок методом про по ошибок поэтому лучше взять уже проверенный клей есть еще фирма луч вот у меня красная вообще желтая получше и вот сюда переливать бутылок маленький удобный чтобы вот из этой бутылки не лезть мы берем сюда в маленькую бутылочку переливаем и все удобно носик закрывается все отлично чек-лист это стадии создания корзина какая бумага спица клей морилка лак и так далее какие надо пройти стадии чтобы создать корзину кристина расскажи про нюансы при проведении живых мастер-классов ой слушай я буду вообще на базе школы записывать целый большой урок по поводу мастер-классов ты задай какой-то конкретный вопрос нюансов вообще куча там часовая лекция реально как продумать как собраться и как его провести раскроете пачку посмотрите на цвет разное направление отличается по цвету да кстати серость вот это может отличаться а еще забыла сказать девочки если вы приходите в магазин самообслуживание не девушка за заказы а самообслуживание вообще в этой пачке должна должен лежать листик вот здесь вот вот она пачка вот она на обороте и вот здесь вот здесь должен лежать а вот он кстати лежит вот видите пробный листочек вот он лежит между вот этими слоями что мне здесь скотч и не могу его вынуть вот он пробный листочек мы его достаем и надрываем если по нашей берем эту пачку ну конечно в разных канцелярских магазинах работают разные личности вот пример в моем доме есть канцелярский магазин где очень часто за прилавком хозяин и он вам готов и открыть и нарезать и порезать и дверь открыть и поцелуи это послать воздушный все что угодно а есть такие знаете я тут села и мне тут ничего нельзя открывать нельзя листик этот пробный брать нельзя и так далее ну если это магазин самообслуживание то особо можно не спрашивать это пробный лист почему я не могу взять пробный лист могу так поперек рвется вот так смотри вот он лист я начинаю надрывать и он все равно уходит на волокно видишь вот все равно идет на волокно то есть поперек он не порвется ровно знаете как ткань да если берем так надрываем хорошо рвется а если она плохо рвется да то идет не по той там продольный до на малышку 40 трубочек у меня идет 40 трубочек длина 25 сантиметров на спицу 1 и 2 титана титана да это не боится влаги титан уже такой но и честно я для скрутки титан не использую многие девчонки пользуются им нравится не могу сказать свое мнение потому что мне удобнее именно вот этими жидкими жидким клеем так да желтый кстати я чуть как-то не думала что они настолько отличаются красный от желтого желтый хороший но его нужно просушить тоже то есть если вы еще такой да нюанс если вы накрутили трубочки и вам уже горит надо красить вы ждите момент если вы пользуетесь не влагостойким клеем вы ждите желательно вот сегодня накрутили и завтра только красить чтобы клей подсок и не раскрутился в воде момент столяр это мы стыкуем трубочки уже когда плетем я его наливаю в шприц и стыкую кстати в профиль тоже есть ролик как я наливаю шприц привет тут все и друзья мои пришли в эфир здесь привет как кто-то говорил по когда мы разговаривали про прямой эфир а что делать если придут друзья сказать им слова благодарности спасибо что пришел спасибо что поддержал это же круто так татьяна добрый день хочу провести мастер-класс небольшой в саду у дочки детям 5-6 лет думал что сделать решила объемное сердечко может вы подскажете что еще простое так танюш я тебя хочу уберечь от того что дети в этом возрасте не справится не сердечком не с кружочком не с чем для них это трудно трудно именно стыковать трубочки да ты сделаешь каркас ты покрасишь трубочки ты все сделаешь но они не смогут их стыковать поэтому я уже говорила в каком-то прямом эфире повторюсь о том что если вы хотите а с какими-то малышами поработать то вам нужно сплести какое-то изделие плоское сердечко к примеру что-то плоское желательно плоское ну если там к восьмому марта или что-то плоское сердечко к примеру да а детки на мастер-классе ну на таком уроке да они его раскрасят они его раскрасит вы привяжите ленточку и она будет готова если деткам 5-6 лет даже не думать что они что-то смогут плести вот поверьте моему опыту сплетите что-то и дайте им краски и кисти чтобы они это раскрас раскрашивали они будут в восторге объясняйте доступно спасибо девчонки так если начать газета то тоже проверять направление тоже проверять направление но в общем и целом у газеты чаще всего ну вот если мы возьмем газету вот она вот формат газеты но она в сложенном виде вот у нас газета вот вот газета мы ее открываем все прочитали и мы берем верхнюю часть газеты и нижнюю часть газеты где кромка и отрезаем вот так то есть она будет резаться вот так чаще всего будет резаться вот так но там получается 60 сантиметров нам это многовато если спица полтора надо будет части отрезать чтобы была длина примерно 40 сантиметров так привет привет можно ли плести мебель и кресло на балконе слушай ну я честно говоря не не советую плести мебель во первых это очень такой если это детское какое-то кресло для фотосессии то супер если это кресло которое будет в ходу она на балконе ничего с ним не будет но в общем и целом если еще какие-то животные все равно животные могут полюбить вещь и когда точки свои натачивать да поэтому что касается мебели я не советую плести мебель из бумаги я реставрировала мебель вот реставрация окей там мне принесли кресло икеевская там кусок подрам подрала собака прям выдрала до кусок я этот кусок реставрировала реставрировала там открутились какие-то моменты вот что касается реставрации до плести но это очень затратно по времени по силам но на выходе ну я не советую из бумаги все-таки мебель не совсем советую плести да на каркасе можно конечно все все будет нормально но я не советую честно крестинка крепишь хольнитены я их пальцами защелкнула но не держится молоточком так таданс вот так вот по нему подкладываешь что-нибудь плотное если железный какой-то кусочек кладешь вот эту часть которую ты прикрепила или изнутри и молотком тыч тыч вот так но вообще есть такие специальные зажимы либо ременные винты а сколько лет так а со скольки лет можно дать мастер-класс просто сплести по форме литров банку с 10 11 лет спасибо привет привет так сейчас быстренько посмотрим что тут с вопросами так вот вопрос есть касаемо бумаги привет куда одевать втулки обратно в типографии может так можно куда-нибудь применить значит смотри а по поводу втулок я беру бумагу везу ее на типографию не нарезает и отдают уже без втулок они их сдают на переработку если я беру у меня примеру я на той же типографии покупаю крафт бумагу да и соответственно когда она мне заканчивается у меня остается втулка втулку не берут на пункте приема макулатуры я ее везу обратно в типографию а там они уже общем на общих основаниях сдают вот если мы топим за экологию то желательно отвести ее обратно в типографию если берем в рулоне и остается это втулка да она огромная тяжелая я вас рассмешила девчонки так круто так накрутила накрутила трубочки на спицу 1 и 2 бумага 4 длина трубочки получает 35 нарастить трубочки до 70 сверх в какой момент можно не в какой момент мы трубочки наращиваем только тогда когда нам нужны длинные стойки да то есть примеру мы придем прямоугольное дно мы можем сразу их состыковать чтобы они у нас были длинные но в процессе плетения мы наращиваем в процессе да мы не наращиваем заранее во первых они высохнут да а вторых нам нужно спрятать стык да соответственно мы наращиваем в тот момент когда стык приходится на изнанку просто больше стыков будет так хочу накрутить трубочки длинную попробовать не получается крутится сначала нормально потом утолщение потому что неправильная длина бумаги то есть неправильное какое-то соответствие длины ширины или или диаметр спицы до 3 главных показателя диаметр спицы длина бумаги ширина бумаги значит что то здесь не так скорее всего длина бумаги или диаметр спицы так как рассчитать стоимость изделия многие говорят но у меня цены за что у меня цены заниженным ланчка другом а тут дело такое здесь важно несколько факторов первый фактор это что ты затратила время материалы важно рынок до соответствует рынку да есть определенный рынок у чего угодно у клея о корзины у чайника у кронштейна у телефон есть рынок да и есть еще такой момент что где дешевле некоторые люди думают там наверно лажа какая-то да бывает же такое у вас здесь телефон стоит сто тысяч а здесь стоит семьдесят но он какой-то лажовые сто пудов да поэтому есть да еще один фактор но из твое собственное внутреннее до состояние если ты понимаешь что ты готова за эту цену продать то окей если ты понимаешь что блин дорого да вот как у меня корзина была последняя зеленая я оценила в 11 тысяч рублей потому что это огромная работа ушло много материала а он такой нелегкий цвет там чехол там кожаные кожаная ручка и так далее я ее оценила в 11 тысяч рублей и мне было комфортно с этой ценой и клиенту моему было тоже комфортно поэтому ну опять таки есть же табличка у они я думаю что вы многие знаете у нее есть табличка где вы вносите все вы вносите сколько вы затратили материалов и так далее и тому подобное и там уже выходит цена опять-таки вы смотрите на цену и понимать комфортно вам или нет ну по рынку тоже имеет место быть потому что с заниженными ценами ничего хорошего не выйдет но честно и вам будет как бы вроде сплела удовлетворение никакого не получила да ну и зачем она надо да так я сидела так это дом очень большой по сравнению с тумбой офисной бумагой грунтовала три слоя лака на прочность дерева но кот ногтями вверх разодрал храм хлам вот кстати по поводу кота дома я стреляла за всю жизнь два кота дома и один из них потерпел крах коты его полюбили и уничтожили его в пух и прах и мне было очень очень обидно поэтому кота дома я не плету так понимаете тут еще вставка такая да это не потому что это из бумаги это что-то хлипко это потому что коты убьют все что угодно лоза там будет пластик дерево они просто уничтожит если им это что-то нравится поэтому тут не не в бумаге дело так дедкам 5-6 лет будет несложно показать и научиться их стинг арту гвозди нитки плетения да кстати почему нет и но если рассматривать какие-то другие виды творчества то да имеет место быть конечно галин конечно даст девочки сохраню так а розовая морилка бывает не видела в магазине а у вас работах розовый цвет открываю тайну розовый цвет это морилка красное дерево красное дерево разводим один к восьми или даже к десяти с водой и получаем пыльный нежный розовый цвет так при полтора спицы какую ширину бумаги брать а4 разрезаю на четыре части правильно ли а4 мы вообще ни под каким соусом на четыре части не режем пришли мне в личку хочу чек лист я тебе отправлю при спице полтора ширина бумаги 10 с половиной один сантиметров а если у тебя а4 то на три части максимум мы режем и спица 1 и 2 так не за что тайна раскрыта так что тут у нас еще с вопросами ай лав ю ай лав ю вот как этот спам так обалденный рецепт красный деревень так как попасть на вашем к в москве девчоночки в москве я провожу примерно раз в месяц мастер-класс приезжаю на два-три дня а рекламы уже не даю ибо набирается группы уже как-то в личке многие пишут и спрашивают и я собираю группы сейчас будет мастер-класс двадцать восьмого двадцать девятого и первого марта группы почти наборно там буквально не знаю один-два человека надо там еще дописать кто писал и скорее всего все в этот раз я приезжаю на три дня у меня прям будет интенсив я бы сказала как сейчас это вам на бутен танцев я много пропустила да мы заканчиваем сейчас буквально парочка минут все сможешь пересмотреть махагон все равно дает немного сиреневый оттенок да слушай катюш я пробовала махагон правда фирма не но в битхим другая была фирма и я прям смотрю что они вот знаешь если не смотреть на вот те от красного дерева розовый ну вроде до розовый прикладываешь те понимаешь что сирии в сиреневость уходят да то есть если нам нужны сиреневенькие трубочки то это махагон если прям пыльная роза то красное дерево девочки чек-лист можно здесь я вас потеряю в личку пишите все вышлю повторите пожалуйста как правильно резать бумагу на полтора вдоль или поперек смотря какие волокна можно на спицы 18 к размеру бумаги на 18 я советую где-то от 12 сантиметров брать ширину 12 можно 14 сантиметров чтобы слоев было достаточно чтобы не была полая трубочка так где кожу заказать и фурнитуру девчоночки по поводу кожи и фурнитур я опять таки покупаю все в смоленске у меня есть в смоленске девочка которая шьет кожаные сумки у нее своя мастерская очень очень крутая она мне шьет ремни все вот что мне надо кожаные вот эти вот детальки она мне все сострачивает магнитики делает а фурнитуру я уже покупаю в магазине где где продается обувной такой магазин где продается всякая различная фурнитура сейчас из 1.8 я не плету да и все из полтора так ну что девчоночки вопросы закончились время подходит концу чтобы эфирчик сохранился буду заканчивать не бойтесь начинать начинайте берите спицу газету клей и приступайте кому необходим чек-лист а кстати что было показать свою 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 вот такой теперь наушники же блогер надеюсь слышно было хорошо пока начинайте кому чек-лист пишите в личку чек-лист все вышли целую люблю обнимаю не бойтесь начинайте берите бумагу спицу клей газету и у вас все получится до лицу пока пока